Здравствуйте! В эфире суббония информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. Память наших земляков увковечили в Санкт-Петербурге. На том самом месте, где в годы войны шли смертельные сражения за Ленинград, открыли памятный знак. Наркомания – это чума 21 века и на борьбу с ним уделяется большое внимание. Как оценивается ситуация в нашей республике, расскажет гость нашей программы. Великолепная музыка Чайковского, превосходные танцы, праздничные декорации. В Черкесске представили спектакль «Балет «Спящая красавица». Чтобы помнили, под Санкт-Петербургом на мемориальном комплексе «Невский пятачок» торжественно открыли памятный знак жителям Карачаева, Черкесии, защитникам блокадного Ленинграда. Память наших земляков увековечена на том самом месте, где во время Великой Отечественной войны шли смертельные сражения и предпринимались многочисленные попытки прорвать блокаду Ленинграда. В открытии приняли участие спикер парламента республики Александр Иванов и члены Совета Федерации Ахмат Салпагаров и Крым Казаноков. Напомним, что за медалями за оборону Ленинграда награжден 141 жителей республики. Всего же, по известным на сегодня данным, освободителей Ленинграда по Карачаево-Черкесии было 800 человек. Сегодня Международный день борьбы с наркоманией. Для России проблема наркомании является серьезной угрозой здоровью населения страны. Как оценивается ситуация в нашей республике, узнавала Альбина Ламкова. Сегодня гость нашей программы – заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии Арсен Салпагаров. Здравствуйте, Арсен Анзорович. Добрый день. В последние годы, как в нашей республике, так и в других регионах, закрестнула волна синтетических наркотиков. Насколько успешными были оперативные мероприятия и сколько человек удалось задержать за их распространение? За пять месяцев текущего года по линии незаконного оборота наркотических средств было задержано 137 человек. Если говорить по статистике, зарегистрировано на тяжких, особо тяжких преступлениях на территории Карачаево-Черкесской республики 88 фактов. Из них хранение, также хранение было зарегистрировано 108 фактов сбыт наркотических средств и психотропных веществ, 70 фактов. Также было зарегистрировано 4 факта содержания наркопритонов. Привлечено к административной ответственности 171 человек. Изъято из незаконного оборота 4272 грамма наркотических средств и психотропных веществ. Как бы вы охарактеризовали ситуацию с наркотиками на сегодняшний день? Ситуация, к большому сожалению, на сегодняшний день в республике, так как и по всей Российской Федерации по проведению мониторинга наркотических ситуаций ежегодного на данный момент тяжелая. Ну, если будет такими темпами, то, наверное, будет даже очень тяжелой. Каковы основные пути поставок наркотических средств в республику? Основными каналами поставки в Карачаево-Черкесскую республику наркотических средств и психотропных веществ является автомобильный транспорт. Но, помимо всего этого, бывают, есть факты передачи наркотических средств по почте. Присылают посылками. Также очень сильно распространено у нас, как и во всей стране, интернет-закладки. Если человек случайно увидел или узнал такую информацию, кто закладки делает наркотических средств, что в этом случае ему делать, куда обращаться? Если человек стал свидетелем либо того, что человек закладывает, либо ищут, либо потребляют, для этого есть, ну, во-первых, всем известны 102 по сотовым телефонам, сейчас практически у всех все сотовый телефон, либо на телефон доверия, он может быть анонимным, хотите, может, если человек хочет, может назваться, если хочет остаться неизвестным, остается неизвестным, есть анонимный телефон доверия, так называемый телефон доверия круглосуточный, 265880. Там сидит живой человек, сотрудник, штатный сотрудник управления наркоконтроля, он примет, тут же незамедлительно выедет группа и отреагирует на сообщение. Ну, если мы коснулись этой темы, могу сразу сказать, что за прошлый год где-то около 70 преступлений нами было раскрыто по сообщению граждан. Насколько важна профилактическая работа, особенно в подростковой среде, эффективность ее проведения? Насчет профилактики могу сказать так. Есть Российский независимый институт проведения статистических исследований. По проведению статистических исследований, также ежегодно по всей стране и у нас же Перачаево-Черкесии, естественно, в начале каждого года проводится мониторинг на ситуации прошедшего года. Насколько дает нам статистику мониторинг, насколько российские институты независимых исследований дают, 50% грамотно проведенной профилактики дает эффективную, 50% эффективности дает грамотно поставленная профилактика. Ну, на остальные 50% административная, уголовная. У нас в управлении, помимо выявления, пресечения преступлений в сфере незаконно-оборотного качества средств очень большое внимание уделяется работе с молодежью в школьных заведениях, в СУЗах, в ВУЗах. В связи с этим у нас есть план проведения оперативно-профилактических мероприятий, согласованные с Министерством образования и Министерством спорта. Также на территории Карачаево-Черкесской республики, так же, как и в целом во всей Российской Федерации, ежегодно проводится всероссийская межвизорно-оперативно-профилактическая операция МАК-2021. Сегодня у нас окончание второго этапа в рамках этой операции. Мы также работаем очень плотно с администрациями сельских поселений, районов, выявляем и уничтожаем очаги произрастения, как раз в случае коноплей. Какие виды наркотиков употребляют в нашем регионе? В Карачаево-Черкесской республике есть синтетические наркотики, наркотики растительного происхождения и лекарственные препараты, сильнодействующие лекарственные препараты. Все эти наркотики, высшепричисленные наркотические вещества, сильнодействующие препараты, все ввозится к нам только из-за предела Карачаево-Черкесской республики. Также за частная река, которую употребляла наша молодежь на территории Карачаево-Черкесской республики, ни в одной оптечном учреждении не продается на данный момент. На здоровье влияют, они очень пагубны. Для примера могу привести результаты медицинской статистики. Человек, употребляющий синтетические наркотики, проживает от начала его употребления до летального исхода, полтора года максимум. Потому что синтетические наркотики, насколько сильно они на человека действуют, дают одуманивающий эффект, настолько сильно же они разрушают организм человека. Если какие-то вещества нарушают либо печень, если какие-то вещества, допустим, дают пагубное влияние на печень, какие-то на почки, синтетические наркотики дают одновременно и очень пагубный, сильный эффект на весь организм человека. В связи с этим человек, если начал употреблять синтетические наркотики, он может прожить максимум полтора года. Расскажите о задачах, поставленных сотрудниками вашей службы и пожеланиях жителям нашей республики, тем, которые могут соблазниться или уже имеют опыт употребления наркотических средств. Цель и задачи одни. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психоатруемой частью, прекращение, перекрытие всех каналов поставок. По желанию, всем желаю быть здоровыми, заниматься спортом. Спасибо, Арсен Анзорович, за встречу, за содержательные ответы на наши вопросы и успехов вам в работе. Большое спасибо. До свидания. Московский классический театр балета представил в Черкесске на сцене Дворца культуры сказочный спектакль «Балет. Спящая красавица» по сюжету известной сказки Шарля Перо о заснувшей на сотни лет принцессе. Светлана Шаганова увидела восхитительную феерию. Премьера балета состоялась 130 лет назад на сцене Мариинского театра, где присутствовала царская семья. Она произвела фурор. И сейчас спящая красавица является величайшим шедевром мирового балетного искусства. Великолепная музыка Чайковского, превосходные танцы, праздничные декорации. На два часа погружает зрителя в волшебный мир детства. На сцене роскошное праздненство, устроенное королем в своем дворце по случаю Кристин, новорожденная принцесса Авроры. Всеобщее веселье внезапно сменяется ужасом, когда в бальный зал врывается злобная и могущественная фея Карабос, разъяренная тем, что ее забыли пригласить на королевское торжество. Она желает отомстить и накладывает на кружку Аврору страшное заклятие, согласно которому принцесса в день своего совершеннолетия навеки вечно и заснет, уколов палец обычным ткацким веретеном. Спящая красавица – очень красивый балет. А главные герои – самонежность, чистота, изящество, благородство. Принцесса – артистка балета, прима-балерина Екатерина Токарева. Принц – артист балета Александр Тарасов. Аврора безупречно слажена, словно создана для балета. В ней красота и легкость, воздушность и фантастическая техника танца. Принц Дюзере на сцене тоже очень красив, элегантен, с уверенными пируэтами и прыжками. И спящая красавица надежно чувствует себя в его крепких руках. Вы давно исполняете эти роли? Я года два исполняю. Именно «Спящую красавицу» два года. Ну, Саша-то давно. Ну, вы как бы, это ваша, наверное, не постоянная партнерша, да? Были и другие? Да, в последнее время вместе, конечно, с танцом. А так меняется постоянно, потому что… Есть разные составы, во-первых. Есть гастроли, где нельзя одним составом ездить. Солисты меняются. Ну, тяжело, когда там два-три месяца. В любом случае приходится менять. Скажите, вот вам досталась главная роль, да, в балете. Вы, наверное, счастливы. Не всем достаются главные роли. Вы, наверное, так себя показали. Очень хорошо, да, что вас вот именно взяли, да? Как вам? Вот как вам играть роль принцессы? Как вам она далась? Ну, конечно, это безумное удовольствие. Я бы сказала, самый приятный момент – это, конечно, конец спектакля, плюс отдача зрителя. Это, наверное, самое большее, ради чего стоит выйти на сцену. Да, это очень хороший прилив энергии и энергетика – это очень важно. Ну, вот многие девочки с детства хотят быть принцессами, а вам, вам просто вот сам Бог велел, да, играть, быть принцессой на сцене. Ну, скажем так, я очень долго, на самом деле, к этому шла. У меня уже 15 лет стажа, а главные роли я не так давно стала исполнять. А вам как в роли принца? Все ли удалось? Как вы считаете? Ну, есть, я считаю так, то, что есть два типа артистов, особенно мальчиков, которые трюки исполняют, ну, это вот «Дон Кихот», взять еще какое-нибудь там «Пламя Парижа». Ну, вот такие пана, где надо трюки и все остальное есть. И тип есть, который относится к спящей красавице. Ну, принца, да, именно принца. Лебединое озеро, где вальяжно, ну, структура тела позволяющая, ноги красивые. И вот мне это как бы немножко так сверху дало. Самое интересное, что хореография сохранилась практически неизменной. Ее ставил к премьере легендарный Мариус Петипа. С тех пор балетмейстеры разных стран, городов, регионов добавляли в нее что-то свое. Слегка меняли рисунок танца, вносили поправки в некоторые движения. Но общий стиль хореографии Петипа прослеживается в каждой новой постановке балета. Этот образец танцевального искусства стал классикой. Вечный конфликт добра и зла. Поцелуй принца пробуждает Аврору от сна. И это символизирует силу и торжество любви. Фантастические сцены, волшебные превращения – все это зрелищно и поэтично. И уже в течение века балет «Спящая красавица» Чайковского не сходит со сцены, став лучезарным шедевром мирового искусства. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск «Гвестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!